APL твоя семья Это выбор для лучших Ты теперь один из нас И мы тобой гордимся APL это мы Расширяем границы Ты достоин оплодисмента Ставишь цели и ловишь моменты Вереницей у событий Мы с тобой, мы словно птицы Ты достоин оплодисмента Ставишь цели и ловишь моменты Мы с тобой, мы словно птицы APL, ты готов измениться Минуты, когда будет нелегко Мы рядом, значит мы сумеем Все вместе стать еще сильнее Все вместе Ты достоин оплодисмента Ставишь цели и ловишь моменты Вереницей у событий Мы с тобой, мы словно птицы Ты достоин оплодисмента Ставишь цели и ловишь моменты Мы с тобой, мы словно птицы APL, ты готов? Да! Ты достоин оплодисмента Ставишь цели и ловишь моменты Вереницей у событий Вереницей у событий Мы с тобой, мы словно птицы Ты достоин оплодисмента Ставишь цели и ловишь моменты Мы с тобой, мы словно птицы APL, ты готов измениться Вереницей, птица Всем доброе утро! Добрый, добрый день или утро у кого-то? Да, у кого день, у кого утро, у кого вообще ночь, кто-то вообще еще не ложился. Скажите, пожалуйста, как нас видно и как нас слышно? Все отлично, и видно, и слышно. Замечательно. Благодарим. Да, всех еще раз приветствуем. Мы сегодня хотим с вами поговорить о нашей любимой компании. Мы хотим поговорить сегодня о компании PL, поделиться историями успеха, рассказать, как здорово жить в компании красиво, как жить здорово именно прямо сейчас. И хотелось начать с того, что сегодня всех хотелось бы еще раз поздравить с Новым Годом. С наступающим Новым Годом, да. Конечно, очень многим эта дата непонятна, Старый Новый Год. Когда говоришь немецкому населению, что сегодня наступает Старый Новый Год, конечно, они этого не понимают, они очень многих вещей не понимают. Но наши люди, которые приехали из Советского Союза, из того постсоветского пространства, они все понимают, о чем мы говорим. Поэтому всех с наступающим Новым, Старым Новым Годом. Наверняка сейчас партнеры подумают, что премьер Дерекадара только отмечает праздники. Поэтому это уже большая радость наша, что мы можем объединять работу, общение и праздники. Поэтому мы говорим добро пожаловать в семью EPL. И хотелось бы начать именно с нашей девизы «Жить красиво прямо сейчас». Да, и делайте вещи, которые вы любите. Будьте позитивными, помогайте другим. Будьте всегда благодарны и не позволяйте препятствиям сдерживать вас в ваших действиях. Так, техника. Техника. Окей. Да, и сегодня, как мы уже сказали, сегодня для вас будут вещать премьер-директора Виталия и Надежда Бертрам с командой, которая помогла нам сделать эту люксовую квалификацию. Команда, с которой мы бок о бок идем уже более четырех лет. У нас вот официально мы вступили в кампанию в 16-м году в июле месяце. Но если взять именно наш вот такой вот старт, это был именно январь 2017 года, после дня рождения Сергея Сергеевича Куликова. И вы знаете, что сейчас у нас тоже приближается эта такая знаменательная дата, 33 года нашему президенту. И буквально на следующей неделе лидеры улетают к нему на день рождения. Именно по приглашению мы опять удостойны этой чести, мы очень благодарны. И сегодня хотим именно дать вам посыл, чтобы все люди, все партнеры когда-то побывали на дни рождения президента Куликова, чтобы вошли в клубы, в элитные клубы, чтобы входили в топ-30 чеков. То есть это именно те вещи, которыми мы хотим сегодня поделиться. И самое главное, мы хотели бы сказать, что всю информацию, которую мы хотим донести до наших слушателей, мы уверены просто, можно использовать как рабочий инструмент. Мы уверены просто, что эта запись, которая будет предоставлена, даст возможность именно показать другим людям и дать им эту возможность познакомиться с уникальной компанией APL. Самое важное именно сегодня, мы хотели бы немножко затронуть именно ситуацию на рынке. Мы все укунулись в проблематику, в стрессы. Мы видим, что происходит у людей. У людей потерялось видение завтрашнего дня. Конечно, не хотелось бы говорить о грустном. Мы будем сегодня говорить только о позитивных, хороших вещах. Но мы уверены, что сегодня компания APL, история наших партнеров, которые сегодня будут рассказывать именно свою, каждую свою историю, именно затронет эту тему. Как можем мы, пользуясь компанией, изменить свою жизнь, изменить ее в лучшее русло, да, свою жизнь именно посвятить тому, что, может быть, вы когда-то мечтали. Да, просто сегодняшняя ситуация на рынке позволяет нам еще с большей уверенностью идти в массы и с большей уверенностью говорить, что мы в правильном месте, мы в нужном месте, и мы с нужными людьми. И компания APL, как мы уже сказали, открывает огромные возможности для партнеров. Это целый мир новых возможностей. Это именно, как говорит Сергей Сергеевич, огромное количество пазлов, которые сходятся. И сегодня мы хотим именно предоставить слово, потому что каждый партнер приходит по-своему, каждый партнер находит для себя что-то свое, что-то свое личное, что его здесь держит. И поэтому не хотим долго задерживать, хотим предоставить слово управляющему директору Кох Людмиле, человек, который пришел и остался в компании APL. И у нас сегодня будет звучать, в принципе, всегда один и тот же вопрос. Почему вы в APL? Почему вы остались? И почему вы продолжаете рекомендовать людям дальше наш продукт, наши возможности, наши путешествия? То есть, Люда, пожалуйста, тебе слово. Пожалуйста. Всем доброе время суток. Меня зовут, как Надежда сказала, Людмила Кох. Я управляющий директор компании APL. В компании я нахожусь без малого уже три года, а точнее 27 мая. Надежда с Виталием были у Галины Хардер в гостях. Мы уже были знакомы перед этим, но познакомились с компанией APL. Конечно, я сразу, можно сказать, компании не поверила, потому что на рынке сейчас у нас очень много всяких разных компаний, тоже хороших компаний. Но меня заинтересовал сам продукт, потому что у меня стояла очередь на операцию по коленному суставу, и мне надо было что-то найти для него, чтобы не было у него операции. Так как я сама после онкологии была, можно сказать, лежачая в постели и искала долго-долго какой-нибудь продукт, перевернула всю, весь интернет, всю, как сказать, короче, искала, спрашивала у людей, спрашивала у врачей, что можно, как себе можно помочь. Ну, врачи, они всегда химию только предлагают, у хальп практикер, да, там тоже они свои, но тоже денег стоят большие, и тоже, как сказать, это долгий процесс, и мне ничто не помогало, что они мне предлагали. И вот 27 мая я решила, что мне этот нужен продукт для мужа. На что мне тогда еще Виталий ответил, говорит, вижу первый раз, вначале думают о муже, а потом о себе, женщина. Конечно, это было, это нужно было мне сделать, мне нужен был у мужа, потому что если бы я начала с себя, то у меня бы еще хуже было, потому что я бы не смогла бы флеговать мужа своего, да. Я участница АПЛ Сизанс 2019 года, 2020 тоже хотела герно поехать, но из-за пандемии не получилось у нас. Стараюсь посещать все ББС большие, ПВК. Спасибо еще раз большое, благодарю очень наших, Надежду Виталия Бертрам за то, что они нам организовали в этом году, нет, уже не в этом году, в прошлом, да, в 2020 году, летнюю академию в Голландии. Мы очень все опять подружились, познакомились, мы идем вперед нашей команды, у нас столько много, я заметила, что тоже много новеньких, да, молодых. И все, все такие позитивные, очень всегда нравится в ЦОМе со всеми встречаться, и можно сказать, я всех уже люблю, и мы уже каждый день с кем-нибудь, с партнеров, мы разговариваем постоянно, перезваниваемся по работе, не по работе. Ну, много друзей стало, вот, хочу рассказать свои результаты, вот так как я зашла, взяла продукт для мужа, да, у него через буквально 3 месяца отказали операцию на коленный сустав. Так, это есть у меня все, все эти берихты, все документы есть от врача. Так, у меня у самой был рак груди, после которого я прошла очень тяжелый путь, да, ну, как бы, благодарю тоже врачей, они тоже помогли, врачей надо слушать всегда, но химию они мне убили, можно сказать, все во мне. У меня не было сил вставать с постели, у меня не было настроения, у меня, короче, у меня депрессия началась сильная, да, и благодаря продукту я через 2 недели буквально стала бегать. У меня стал интерес, появился интерес к жизни, интерес к людям, я стала общаться с людьми, мне поменялись окраски, я не знаю, как это сказать, я уже где-то в чате писала, что поменялись цвета. Я стала видеть, замечать природу, какие красивые животные стали, как красиво вообще вокруг меня, да. У меня, помимо этого, еще в компании, конечно, за 3 года, я не скажу, что я многое сделала, но я очень рада, что я в этой компании, и у меня всего 14 лично приглашенных людей, у каждого очень хороший результат. Скажу вначале о своих родных и близких, да, что у мужа хороший результат, у дочери псориаз полностью ушел, который врачи здесь мне прям доказывали, что то, что у моей дочки псориаз, это у нее наследственный, что он никогда не уйдет. Вот, назначали тоже бестераль, облучение, да, назначали мази всякие, увеличивали, но у нее это не проходило. За 3 месяца чистки с нашими леденцами у нее полностью ушел псориаз. Вот до сих пор, за вот эти почти 3 года, у нее ни разу не возвратился, хотя она и продукт не очень много берет больше. Как ушла проблема? Ну, дети есть дети, да. У меня есть маленький наш опыленок, так скажу, у которого нет иммунной системы. Он уже тоже с нами принимает, ну, уже теперь точно 2,5 это точно года принимает наш продукт, конечно, не всю линейку, но он то, что ему нужно, да. И, по крайней мере, ребенку ставили, что ему нужно будет сделать трансплантацию космоса мозга, до сих пор ребенку этого не делают. Анализы у него хорошие, врач сказал, с его анализами можно в космос лидеть, так что у нашего маленького ребеночка очень все хорошо, он живет, радуется тоже жизни. Очень позитивный ребенок, я говорю, это наш АПЛ-ский ребенок, вот. У меня есть у родственников анорексия, кто знает эту болезнь, да, девочка буквально месяц, может, два попробовала наш продукт. Конечно, я не знаю, по какой причине она сейчас это не берет, но у нее появился аппетит, она стала сейчас штудировать, девочка. Я не знаю, как в весе у нее, потому что она не отвечает мне, но я через ее тетю узнаю, она говорит, что у нее аппетит так и остался. За один месяц, я не знаю, может, это у нее на нервы было, может быть, это неправильный диагноз, потому что 4 года врачи не могли поставить девочек диагноз. И вообще у меня очень много, у меня у самой поменялся полностью анализ крови, улучшились ногти, улучшилось состояние волос, у меня улучшилось состояние кожи. Ну, я вообще стал очень-очень позитивный человек. Ну да, я тебя благодарю. Скажи, может, я извиняюсь, я тебя перебью. Скажи, пожалуйста, именно свой результат еще по косметике, потому что я знаю, что если наших партнеров не остановить, они будут часами говорить про свои результаты. При том, при всем, что у нас сегодня немножко тема, почему именно ты выпел, что тебя здесь держит, вот этот вопрос. И по поводу косметики, скажи, пожалуйста. Хорошо, Надя. По поводу косметики. В 2019 году на «Магия восьми» мне моя спонсор Галина Хардер привезла с Москвы косметику. Я стала принимать, и моя косметика, Кирин, через буквально два месяца сказала, когда я к ней пришла, она сказала, Людмила, ты ботоксом напичкалась или что-то, ну, что-то делаешь. Но я говорю, никакой ботокс. Во-первых, она меня очень хорошо знает. Во-вторых, я говорю, мне нельзя, так как я онко-больной человек, мне нельзя ничего шприцывать. Вовнутрь вообще нельзя никакую, ни уколы, ни прививки, мне ничего нельзя делать. Кровь брать можно, а вовнутрь ничего мне нельзя. И она говорит, я никак не верю своему этому, что это какие-то леденцы тебе помогли, какая-то косметика, о чем ты мне рассказываешь. Конечно, я зашла на продукт, как и все многие другие наши партнеры, да. Ну, осталось я здесь, потому что здесь, правда, море позитива. Все люди очень интересные, очень хорошие, хочется со всеми всегда общаться. Я говорю, сейчас из-за пандемии очень нам этого не хватает. Но при встрече, при любой встрече мы все равно выскакиваем, выбегаем, как партизаны ползем к своей цели, да. Стараемся все делать. Конечно, хочу по карьерной лестнице продолжать двигаться дальше. Ну, как могу. Рассказываю всем. Много бывает, что много звонков делаю, в день по 30 звонков. Бывает, что вообще не делаю, даю паузу людям или ищу новых людей. Все, всех благодарю за прослушку. Ольга, мы тебя благодарим, потому что с того момента, как мы с тобой познакомились, и та людя, которую мы видим сегодня, это два совершенных разных человека. Потому что мне очень понравилось, как ты на одном большом ВБСе, ты сказала, что ты стала любить людей. И это действительно очень признание того, что наш продукт действует. Благодарим тебя, и мы переносимся в Баварию. Мы даем слово Ольге Дуд, управляющий директор. Ольга Дуд. Оля, пожалуйста, вам тот же вопрос, почему вы в EPL, почему вы здесь остаетесь, почему вы продолжаете с нами сотрудничать. То есть, в принципе, всем один и тот же вопрос. Вас не слышно, Оля. Оля, вас не слышно. Микрофон вы включен. Микрофон вы включен, но у вас не слышно. Давайте пока Оля налаживает связь, мы дадим слово корпоративному директору Галине Гоффман. То есть, мы все-таки остаемся в Баварии. Передаем слово Галине Гоффман. Галина, пожалуйста. Оля, вы готовьтесь. Так вот. Всем доброе утро. Надеюсь, меня слышно? Слышно. Отлично. Все. Еще раз всех с Новым годом, да, и доброе утро. Меня зовут Галина Гоффман. Мне 37 лет в компании. Я уже два года. И на данный момент корпоративный директор. Ну, все очень просто. Пришла на продукт, в компанию на продукт, потому что на тот момент были у моего суднишки большие проблемы. Я недавно это рассказывала, поэтому не буду рассказывать вновь, расскажу другой результат чуть попозже. В компанию, компанию обожаю, компанию, да, мне очень нравится продукт, мне очень нравится, я обожаю нашу косметику, да. И что должна сказать, вижу в компании огромное будущее, так как мы находимся буквально в начале, да, я так считаю. Сейчас пошла косметика. Я думаю, здесь будут, я знаю, что будут еще больше всяких разных, да, кремов и так далее. Ждем, да, мы с нетерпением, вот. Корпоративного мы сделали буквально в том году. И как-то потом, знаете, у меня такое произошло немножко, такая большая пауза, скажем. Мы три четверти года проспали. Могу сказать, это открыто, это так. Я немножко занималась параллельно чем-то другим, поэтому немножко, как я всегда за вами подглядывала и всегда вас подслушивала. То есть я никогда не убегала из компании или там совсем не обращала внимания. То есть я всегда была здесь, но, говорю, занималась немножко чем-то другим. У меня какой-то такой провал провалился, потому что я считаю, на тот момент почему-то люди меня не слышали. И мне это рано или поздно как-то дало такой немножко сбой. Сейчас скажу сразу, у меня как по косметике это такой очень большой результат. И поэтому я сейчас такая сияю и кричу, да, я езжу к девчатам на встречи, да, именно как бы один на один, потому что на данный момент сейчас большие такие встречи устраивать нельзя. И пытаюсь девчатам показать и даю пробовать, да. Вот я считаю, вот это сейчас такое вот важное, ну, лично как бы для меня, да. И девчата действительно меня слышат и слушают, и вот это у меня такой сейчас позитив такой идет. И мне кажется, ну, и на лицо, конечно, очень видно. Дело в том, что я два года родила назад малыша, и у меня, женщины, кто знает, была очень большая пигментация на лице. То есть это такие маленькие пятна коричневые, они, конечно, со временем уходят. Но дело в том, что у меня было уже три беременности, да, и на каждой беременности у меня была эта пигментация. То есть со временем все равно, особенно на скулах, на губах, да, и на лбу, женщины, кто это знает, знает, что я имею в виду, оно остается. И как бы, когда я в декабре месяца того года уходящего начала принимать, ну, не принимать, а мазать, да, нашу косметику, я как бы сначала не замечала. Тут прошло буквально три недели, и мой как бы наставник, она говорит, слушай, говорит, ты так хорошо выглядишь, такая свеженькая, да, и у меня вот ушли мелкие морщинки на глазах, не совсем ушки, но стали значительно меньше. И я, в принципе, потом сама к себе присмотрелась получше, да, и заметила это. И также вот эти мои маленькие точечки, вот эти коричневенькие, тоже уходили. Сейчас у меня еще немножко есть над губой, да, но это единственное, что осталось. То есть для меня это было такое вау, я даже это сама и не заметила. Вот, это вот у меня такой результат по косметике. Косметику я говорю, обожаю, люблю, она мне так нравится, я чувствую себя каждый день свеженькая, красивенькая, да, могу это сказать, и поэтому пытаюсь это также и рассказать, ну, и показать другим. Вот, как я и сказала, вижу в косметике огромное будущее, поэтому я все-таки еще здесь с вами. Люблю мероприятия, увы, не побывала на многих, так как у меня маленький ребенок, и мальчишек у меня трое. Немножко тяжело это все скоординировать, но ничего, мы находимся в начале, я все-таки думаю, что познакомлюсь с каждым из вас. Вот, и что стоит сказать, желаю вам хорошего дня, да, сегодня, и большое спасибо, что могла вам рассказать, немножко поделиться с вами. Галина, благодарим. Галина, действительно, у нас многодетная молодая мама, и вы, наверное, сегодня заметили, что мы говорим не только про позитив, мы говорим еще о том, вернее, только про позитив, но что люди, например, говорят, что у нас что-то не получалось, мы за вами наблюдали, но мы возвращаемся, понимаете, это самый важный момент, что люди без нас не могут. Это очень важно, потому что прийти и остаться, это очень важно. Галина, мы тебя благодарим, и мы все-таки переносимся к Ольге Дуд. Спасибо. Оля, включайте микрофончик, и мы ждем вашу историю. Не слышно, опять не слышно? Может быть, перестартоваться, Оля? Может быть, не слышно вас? Оль, мы вас не слышим. Вы когда заходили в компьютер, может быть, вы не включили, чтобы зайти с микрофоном? Нет, может быть, где-то… Включила. Нет, теперь надо… Хорошо, вы тогда смотрите технически, чтобы у вас наладить вашу связь, а мы тогда… Подожди, подожди, может быть, говорите. Нет? Ну, следующее давай. Хорошо, тогда мы предоставляем слово корпоративному директору нашей первой линии Галине Хардер. Галина, пожалуйста, тебе слово. Благодарю, Надя, Виталия. Всех приветствую. Зовут меня Галина Хардер. Я корпоративный директор. У нас семейный контракт с, как уже мой партнер сказала, Людмила Колда, с 27 мая 2018 года. И, конечно, мы сюда зашли сначала на продукт, потому что наши, конечно, наставники Надежды Виталий звали нас на бизнес, но у меня за плечами был предыдущий опыт сетевого бизнеса, такой не очень, сказать, ожидаемых результатов. И мне, конечно, уже я всем, ну как, отвечала отказом. Думаю, больше не хочу с этим связываться, никакого бизнеса мне не надо, приду, ну, хотя бы на продукт, потому что в то время были уже какие-то проблемки со здоровьем, да, так как уже, ну, за 50, и они уже, ну, получается, уже все равно есть эти проблемки. Ну, почему я осталась в бизнесе? Наверное, вот этих вот два фактора сыграли свою роль. Первый, это вот такой вот фактор был, когда нас Надя отправила до Эммы-Поль. Наша Эмма-Поль, дорогая, здесь живет от нас очень близко, да, всего 40 километров, и Надя знала, что мне надо именно встретиться с Эммой, потому что мы с Эммой были с одного бизнеса, и когда я приехала туда, Эмма, конечно, очень радушно встретила, поговорили, и она тогда вот какое-то посеяла такое зерно доверия и сказала, Галя, не бойся, это, говорит, не тут наш бизнес, хотя, говорит, я, говорит, там была успешна, просто, говорит, я пришла, говорит, раньше тебя, говорит, там кто пришел раньше, тому и сливки. А здесь, говорит, все по-другому, здесь все по-другому, говорит, ты, говорит, так же заработаешь. Она мне показала свой бэк-офис, показала свои вот эти чеки. Я была в шоке, я думаю, ну, не может быть нормально, да, чтобы такие люди могли деньги зарабатывать. Она, да, все у тебя будет. Если у тебя есть какие-то цели и желания, ты, говорит, обязательно и добьешься. Так что не рассматривая вот этот бизнес, говорит, совсем другими глазами, говорит, я тебе, говорит, обещаю, что все здесь, говорит, у тебя получится. И вот мы когда назад с мужем ехали домой, мы как-то друг на друга-то посмотрели и решили, может, все-таки попробовать. Вот было вот это доверие от нее, да. И тут в скорости у нас был как раз в ОБС в Дюссельдорфе, где Лариса и Андрей Нагель проводили. Они прекрасно провели это мероприятие. И я помню, тогда Лариса Бугова еще мне вручала значок мой первого управляющего директора. И вот этот парад результатов, который меня тоже поразил, сколько людей вышло на сцену и рассказывали, да, свои результаты. Ну, это вообще-то так все сложилось, как говорится, провалился жетон, да, в то время. И в тот день я еще подошла к Виталию и говорю, Виталий, я не поняла, говорю, а что там за деньги мне пришли, какие-то 900 евро? Он говорит, ну ты же, говорит, не хотела слышать о бизнесе. Говорит, или все-таки интересно? Я говорю, ну, конечно, интересно. И вот тогда мы полностью приняли решение, что мы будем, конечно, строить структуру, да. Действительно, деньги есть. Я в предыдущем бизнесе, наверное, за свои 6 лет, ну, может, чуть больше получила, чем 900 евро. А здесь за один месяц это было вот, ну, как-то вот внезапно, неожиданно и непонятно, да, как вот они. Я вроде же ничего не делала, а уже как-то деньги приходят. Вот это вот было, вот такой толчок окончательный, да, что вот надо оставаться в бизнесе, говорить людям о продукте. Конечно, еще на тот момент было очень мало результатов у нас, поэтому как-то, ну, конечно, уже я начала говорить, потому что у нас был буквально через неделю обоих результат. Я хотя бы вот этим результатом начала уже аргументировать. Ну, что еще хочу сказать, что мне дал этот, в принципе, последний год, да, наш 20-й. Для всех, кого не подслушаешь, он был каким-то вот ужасным, какие-то все люди недовольные вокруг. А для меня он был самым хорошим, наверное, за всю мою жизнь, вот правда, вы не представляете. Во-первых, он начался сразу каким-то интересным. У нас состоялся переезд, да, мы очень рады, что мы поменяли свою жилплощадь. Сделала корпоративного директора, да, именно весной 20-го года. У нас родился внук в 20-м году, наш первый внук. И еще к тому я оставила свою работу. Это тоже было для меня вот такое вот, да, когда я могу себе это позволить, потому что растрачиваться на низкооплачиваемую работу, вот это вот время, да. Ну, я подумала, что нет, я здесь могу больше заработать, конечно, и мне здесь больше надо времени. И когда я поняла, что у меня постоянно вот эти звонки, и мне надо работать с моими партнерами, а я в это время в другом месте нахожусь, не могу дать ту информацию или как-то помочь в это время, это, конечно, очень напрягало, мешало мне. Да, поэтому я теперь только в СПЛ, это классная компания с классным президентом, который ведет свою компанию к успеху, и мы знаем, что если он ведет к успеху, и у нас будет такой же успех, мы придем, достигнем все свои цели. И очень благодарна Надежде Виталию, да, что все-таки достучались до нас, потому что они стучались ровно два года, можно сказать, да. И я очень-очень благодарна вам, что вы не оставили меня в покое, вы привели меня в эту замечательную компанию, на замечательный продукт. Какая косметика у нас, это вообще только вау, кричать хочется, потому что шикарные результаты есть, и я очень рада всему этому. Наверное, теперь немного о результатах, да. Я говорила, что ровно через неделю мы получили свой первый результат. У мужа, наверное, около года болело колено. Мужчина не любит по врачам ходить, я его отправляла, он сказал, ну, наверное, само пройдет, или пока он еще ходит, значит, усак остается. И буквально через неделю он принимал всего слайд со стопом, он говорит, у меня больше колено не болит. Он мне даже присядку как-то станцевал тут. Я поверить в это не могла, потому что он не мог даже ногу согнуть в колени, да, он по лестнице ходил, у него она как бы толком не сгиналась от боли. И тут он мне начинает присядку делать и говорит, нет, больше не болит. Вот это было, конечно, первое чудо. Второе чудо у меня было, когда я поняла, что я через неделю начала спать, у меня с этим были проблемы, около шести лет, да, у меня вообще практически не было сна, я с этим боролась сильно. Ну, потом приняла как должное. Знаю, что многие уже в таком возрасте, как я, и старше, да, у всех такие проблемы есть. Ну, приняла как должное. Думаю, ну, другие же тоже не спят, чем ты страдаешь. Ну, пришло твое время, значит, и у тебя такое же. Ну, как-то вот, когда вот это вот произошло чудо, и я поняла, что я опять начала спать, вы не представляете, мне больше казалось, больше мне ничего не надо в жизни, да. Это так классно, высыпаться из ночи в ночь. Ну, это было, конечно, не знаю, непередаваемое ощущение, когда ты опять полноценно себя чувствуешь отдохнувшей. Другая у меня была проблема, в принципе, на которую я и зашла на этот продукт, была более-менее серьезная, да. У меня была дисплазия уже группы 3D. Это женская проблема, изменение клетки в организме. Ну, и врач сказала, если будет четвертая группа, значит, надо оперировать. Ну, как-то оперироваться не хотелось. Поэтому что-то с этим надо было делать. И тут у меня, конечно, через полгода был новый контроль у врача. И когда мне сказали, что с меня сняли все группы абсолютно, вы знаете, я смеялась, я и рыдала, у меня столько было эмоций, я просто не знала, ну, я даже не могла поверить. И я сразу позвонила Наде и говорила, Надя помнит, я говорю, Надя, ты представляешь, мне сейчас сказали, что у меня все хорошо, с меня сняли группы. Это было такое счастье, что вот я абсолютно здорова. И за это время, то, чтобы мы уже больше двух лет, можно сказать, скоро три года будет, да, мы с мужем в прошлом году делали у своего хаус-акса, чек-будр-зу-куну, да, проходили. И когда она посмотрела все наши анализы, она сразу сказала, вы что-то принимаете. Я говорю, да, мы принимаем, у нас есть такой продукт, она заинтересовалась, мы дали ей ссылочку. Вскоре она тоже зашла на этот продукт, потому что она поняла по нашим анализам, это не может быть. Что мужу 56 лет, да, мне практически 55 вот сейчас будет. И иметь стопроцентное здоровье, да, это уже подозрительно. Поэтому хочу сказать, что здоровье здесь можно получить запросто. Это все так просто, так вкусно, так легко, так удобно. Ну, это просто вау, да. Ну, и немножко о косметике, потому что Надя просила, говорит, Галя, расскажи о косметике. Косметика, конечно, это потрясающе. В прошлом году, не в прошлом, да, получается, в 19-м году, когда мы были на «Магии 8», да, я, конечно, там закупила вот эти волшебные наборы нашей косметики, привезла и своим партнером, и сама пользовалась. И вы знаете, у меня была фотография именно до, да, до косметики, именно глаз мой. И когда вот я начала пользоваться, я почему-то обратила внимание, у меня очень как-то менее заметны мои морщинки под глазами. И когда я сделала вторую фотографию, ровно через два месяца, я от 15-го ноября, получается, 2019-го и 15-го января сделала новую фотографию. Это два разных глаза. Вот у кого эти есть фотографии, я их в чат скидывала, да, это прям абсолютно заметно, насколько наш крем выровнял, да, это все убрал. И теперь по новой косметике я уже тоже пользуюсь ей два месяца. Ну, это опять такое вау. Я, мне многие говорят, как Надя говорит, меня даже здесь мои знакомые даже ненавидят за это. Что ж, я так хорошо выгляжу. Да, вот работу бросила, хорошо выгляжу, вот, аж ненавидят за это, представляете? Сколько зависти у людей. Ну, не слышат, ну, принципиально не хотят. Это, ну, это их нет проблем. Ну, а новая косметика, я тоже поразилась, да, тоже уходят все эти мелкие морщинки. Я заметила вот здесь вот особенно, вот, на переносице у меня была. Мне всегда сестра говорила, говорит, ты, Галя, что-то делай с ней. Говорю, ну, как вот, ну, не знаю, вот, есть она у меня здесь не уходит. Сейчас она менее заметна стала. Потом у меня вот здесь вот были на щеках пигментные такие, знаете, уже старческие пятна. Если Галина Хопман сказала, что у меня после родов остались, ну, те со временем уходят, да, на них тоже надо время, но они как-то вот, их можно убрать. Ну, вот эти вот старческие пятна, это уже все, да, если у тебя уже возраст, и они пришли, с ними очень тяжело бороться. И вы знаете, я даже не заметила, вот, наверное, тоже на протяжении, может, двух месяцев или как, вот, они настолько бледные стали, я их практически уже сама не вижу. Вот это вот классно, что вот это вот тоже выравнивает лицо, да, наша косметика чудесная, она творит чудеса. Поэтому всем желаю, кто еще не присоединится к компании, кто сегодня гости, пожалуйста, заходите в компанию, пользуйтесь волшебным продуктом. Как наши медражи, так и нашей косметики, косметикой, потому что, ну, лучшего в мире нету. Я очень-очень благодарна, да, Надежде и Виталию, что действительно познакомили меня с этой компанией, познакомили меня с замечательными людьми. У меня отличная структура, да, она небольшая, у нас только чуть более ста человек, но я их всех люблю, они все мне дороги, потому что они все классные. У нас очень много партнеров, которые уже как лидеры и как потребители, мы постоянно делаем закупки. Меня это абсолютно радует, что у меня здоровая команда. Желаю всем процветания, успеха в нашем новом триумфальном году, каждому достичь своей цели и быть на решении успеха. Благодарю всех. Галя, мы тебя благодарим. И еще один такой вопрос. Скажи, пожалуйста, в скольких странах у тебя есть партнеры? Потому что даже при том малом количестве, но это качество, это именно качественные партнеры. Вот сколько стран развивается в твоей структуре? Скажи, пожалуйста. У нас есть в России, есть в Казахстане, есть в Испании, в Канаде есть, здесь в Германии, конечно, в основном Германии. Здорово. Здорово. Галя, мы тебя благодарим. Мы очень рады, что ты именно вместе с нами нашла именно ту изюминку в компании «Пел», что ты на сегодняшний день являешься полноценным партнером компании «Пел», что ты действительно движешься по карьерной лестнице и взращиваешь таких же лидеров. Благодарим тебя. Можно добавить. Можно немножко добавить. Смотрите, история очень обыденная, когда люди не слышат, и мы все прекрасно понимаем, что мы когда-то были на этом же месте, может быть, что-то не слышали, не понимали. А сегодня именно на историях партнеров можно сказать, что люди в компанию «Пел» приходят, и мы просим всегда, дайте нам время, дайте нам время, и мы покажем, что этот шаг был сделан именно правильно и осознанно. Спасибо. Окей, очень здорово. Оля, давайте еще одна попытка. Подключайтесь. Я думаю, сейчас вас будет слышно. Слышно меня? Здорово, ура, заработала. Добрый день еще раз всем. Здравствуйте, дорогие партнеры и участники сегодняшнего вебинара. Я извиняюсь за мои технические сбои, но на ошибках, как говорится, учатся. И компания «ЭПЛ» в первую очередь предоставила мне возможность обучаться. То есть придя в компанию на продукт, я пришла… Моя история очень интересная, потому что меня никто не уговаривал прийти в компанию, никто мне не рассказывал о продукте. И просто мне знакомая рассказала о том, что есть такой продукт, который помогает людям быть здоровыми. И дала мне небольшую брошюрку, которую, прочитав, я решила, что я попробую тот продукт, потому что были огромные проблемы со здоровьем. Я сама позвонила Виталию. Виталий, возможно, уже не помнит тот наш разговор. Он был совершенно коротким. Я просто выписала продукт и стала его ждать. Пока я ожидала продукт, я начала, конечно, изучать, что же я выписала и чем я буду пользоваться. То есть не зная ничего, я стала, зайдя в интернет, стала изучать про продукт. Конечно, мне попались много видео в интернете. И я очень рада тому, что мне первыми видео попались, конечно, видео с обучающими материалами Нины Царикович, Нины Шашуковой. Это уже мне дало такой толчок, что я поняла, что я купила хороший продукт и что я получу хороший результат по здоровью. Конечно, еще я, что привлекло меня в компании, потому что сегодняшняя тема у нас «Почему я в ЭПЛ?» Я увидела в интернете ролик с путешествиями компании. И меня поразило одно путешествие, которое было в компании, называлось «Семейной традицией». То есть это зацепило меня в компании тем, что в компании очень приветствуется семейный бизнес, семейные отношения. Я увидела, как Сергей Сергеевич относится к своей семье, к своим детям. И это меня просто вдохновило, что ли, остаться в компании, быть в компании, на тот момент еще ничего так много не зная и еще даже не попробовав продукт. Ну а когда я получила свои первые дрожжи, то я, конечно, попробовав их, я просто пришла в восторг, потому что они были настолько вкусные, настолько приятные. Они напоминали мне вкус детства. Я с таким удовольствием употребляла продукт и, конечно, я получила огромные такие результаты по здоровью. У меня было много проблем. Было ревматоидный артрит, бронхиальный, астматический бронхит, подвывик голеностопа и много-много других еще проблем по здоровью. И, как мне сказал Виталий в тот наш первый разговор, вы запишите, пожалуйста, все, что у вас сейчас есть, какие у вас есть проблемы. А я подумала, зачем мне записывать, у меня такие боли, я же их никогда не забуду. Но на тот момент я так думала. А сейчас вот сегодня, допустим, вспоминая все, что прошло у меня, какие у меня результаты по здоровью, я просто действительно многие уже свои заболевания просто забыла. Ну, к моей великой радости. Почему я еще в компании? Потому что компания дает хорошие возможности путешествовать. То есть люди путешествуют настолько интересно, познавая мир не так, как ты сможешь поехать сам. Конечно, мы все ездим в отпуск. Но когда я увидела, как с каким широким масштабом компания отдыхает, вывозит своих партнеров в такие места планеты, где буквально даже не мечтаешь побывать. Поэтому это меня очень вдохновляет в компании. Ну и возможность, конечно, обучаться, узнавать что-то новое. В компании каждый год выходят новые продукты по здоровью, косметика. То есть придя в компанию, я уже познакомилась с новыми продуктами, которые очень люблю. Например, наш продукт Brain, который дает нам возможность жить в здравом уме и мыслить правильно, и быть в хорошей памяти, то есть сохранять свою память на долгие годы. Также в компании мне понравилось очень это дружеские такие отношения между партнерами, между нашими спонсорами вышестоящими. То есть люди настолько отзывчивые, готовые прийти в любой момент, в любое время суток на помощь, откликнуться, помочь, воодушевить, поддержать. То есть это меня тоже очень зацепило в компании. И побывав на восьмилетии компании, я, конечно, увидела огромный масштаб, насколько наша компания огромная, мощная, сколько у нас таких партнеров творческих, умных, активных. То есть люди просто в компании настолько интересные. Поэтому в компании меня привлекло вот именно то, что общение людей и все друг к другу, как родственники, как хорошие друзья, все друг с другом общаются позитивно, все родственные души, можно так сказать. И на тот момент, когда у меня были большие проблемы по здоровью, конечно, я была более замкнутым человеком. И теперь я начинаю учиться общаться с людьми, знакомиться с людьми, узнавать интересы других людей, делюсь своими интересами. И этим я привлекаю тоже новых партнеров в нашу компанию. Потому что очень хочется, чтобы люди не только были здоровы, но и обучались, чтобы люди узнавали что-то новое, стали лучшей версией себя. Я двигаюсь в этом направлении. То есть я обучаюсь и хочу быть намного лучше, чем я была когда-то. Оля, благодарим вас, потому что действительно мы замечаем, что партнеры, когда они приходят и какие они сегодня, это совершенно разные люди. И нас это действительно очень радует и вдохновляет стучаться дальше, не переставать говорить о нашем продукте, о нашей компании. То есть это очень-очень здорово. Я еще хочу сказать, что Галина, что Ольга, они являются участниками круизов 2020-20, который еще состоится. Это именно семейные пары, которые ждут обновления супружеских клятв. Это настолько классно. У меня всегда идут мурашки, потому что у нас, в принципе, в основном, конечно, к нам приходят семейные пары. Потому что идет система дубликации. Оля, мы вас благодарим. Мы очень рады, что вы были сегодня с нами. И мы передаем слово Наталье Люфт, управляющему директору Наталье Люфт. Всем привет. Все работает у меня? Приветствую всех еще раз. Меня зовут Наталья Люфт. С компанией APL я познакомилась в мае 2019 года. Я ее не искала, она нашла меня сама, скажем так. Как и большинство людей, я пришла попробовать продукт. Больших проблем со здоровьем у меня не было, но я была как раз после операции. Решила просто поддержать свое общее состояние. Моими любимыми продуктами стали с того момента Brain и GTS. Потому что эти леденцы моментально дают мне нужную энергию в нужный момент и ясность ума. Ну, конечно же, наши дрожжи бьюти, с помощью которых я избавилась от проблемы падения волос. И могу подтвердить тоже слова Галины Коффман, что у меня также ушли пигментные пятна на лице, которые у меня накапливались, становились все больше уже в течение 15 лет после рождения первого леденка. Продуктом, в общем, мы пользуемся всей семьей. Я рада, что сейчас пользуются и мои родители и получают свои результаты. Вот про бизнес на тот момент я даже не думала, меня это не интересовало. Но я вошла во все чаты компании и просто время от времени, как говорится, следила, наблюдала за происходящим. И вот в апреле 2020 года, когда в чате ЭПЛ просто сыпались звезды, было множество квалификаций, были подарки за продукт, были беспроигрышные билеты, которые можно было получить при заказе. Меня это все впечатлило, я решила поднять свой статус и уже тогда присмотреться к возможности заработка. Благодаря нашим встречам в Zoom, которые проводит наш премьер-директора Надежда Виталий Бертрам, я стала все больше вливаться в эту компанию, в эту команду. И уже в августе 2020 года мы решили с моим спонсором совместно и с семьей Бертрам организовать нашу первую презентацию. Это был маленький городок, это было маленькое помещение, но нас там было примерно 30 человек. И что меня впечатлило, что было для нас большим сюрпризом, у нас были самые крутые гости. У нас была семья Набель, семья Карнер, семья Пиннекер, Татьяна Краснопольская, Людмила Кох, Фрида Штрауф и многие другие, которые в принципе нас не знали, знали только по встречам в Zoom. Но эти люди приехали, они поддержали нас, они рассказали о своих результатах, они поделились своим успехом, что нас очень впечатлило. И, конечно, эта встреча запомнилась нам своей теплотой. И это был, наверное, толчок, который окончательно сказал, да, я в правильной компании, я здесь останусь, я буду здесь развиваться. После этого мне посчастливилось также быть на большом бизнес-семинаре в городе Дисон, где я еще ближе, больше узнала о компании, познакомилась ближе с лидерами. И, ну, было еще пару презентаций. Большое мероприятие, это было 9 лет те компании, которые я встретила уже со своими первыми партнерами. И на сегодняшний день у меня лично приглашены 7 партнеров. Мы встретили день рождения компании в маленьком кругу. И несмотря на то, что это было все онлайн, вся эта энергия с экрана телевизора нам передалась. И знаете, даже когда Сергей Сергеевич Куликов сказал, встаньте и поаплодируйте, мы как маленькие дети встали и сделали это. Это было классно, это было сжигательно. Мы чувствовали себя, как будто мы были там. Поэтому вот, если честно, я даже не представляю, какими могут быть живые мероприятия. Я очень надеюсь на круиз в этом году, что мы попадем туда, и что все границы откроются, как говорится. Это наше желание. Да, 4 дня в компании, в день рождения компании, мы провели, можно сказать, отключившись полностью от повседневного мира. Мы изучали много, учились у лучших, чем и славится наша компания тоже, что можно учиться всегда, везде и, как говорится, в любое свое свободное время. Что бы я хотела сказать нашим гостям, присутствующим здесь новичкам? Помните, что ваш сегодняшний круг общения – это отражение вашего будущего. Если вы хотите быть позитивными, быть энергичными, счастливыми и богатыми, общайтесь только с такими людьми, общайтесь с лидерами компании Эдми. В нашей компании есть все – замечательный продукт, щедрый маркетинг-план, возможность жить и путешествовать так, как мы этого желаем. Поэтому добро пожаловать в нашу компанию APL. Всего доброго, благодарю за внимание. Наталья, благодарим тебя. Наталья у нас, да, она недавно, но у нас получилась такая история, что корни у нас растут к Наталье через Канаду. Представляете, Германия – Канада, и Канада – обратно Германии. То есть это структура Ирины Ротнов. Поэтому мир у нас без границ в компании APL – мир без границ. Наталья, благодарим и желаем. Я знаю, что прописаны цели, у всех очень такие вот амбициозные цели, и в ближайшем будущем это все будет достигнуто. Я думаю, в международной компании это возможно. Не только с Канады зайти на Германию, а с Германией опять вернуться в Канаду. Поэтому, я думаю, спонсоры вышестоящие ждут от количества партнеров, от вас, Наталья, чтобы именно на территории Канады помочь именно расти в вашей структуре, вашим партнерам. Хорошо, в господиннике там есть, мы туда попадем еще. Конечно. И буквально у нас во время пандемии у нас была неделя такого немножко послабления, и Наталья организовала у себя в городочке и повторное еще мероприятие, где у нас было 90% подписаний партнеров. То есть люди практически все в тот момент приняли решение быть в компании. Это было настолько классно. То есть никто не хотел расходиться, все стояли в очереди. Вы знаете, мы вот вспомнили российские времена, когда стоят в очереди, не знают зачем, но стоят. И мы сидели, всех подписывали. То есть это было очень круто. Наталья, ты настоящий лидер роста тебе, процветания и дальнейших успехов. А мне хочется и опять переместиться в Баварию, потому что у нас сегодня очень многие партнеры, которые с Россией и с Канадой, не смогли подсоединиться по определенным причинам. Поэтому мы сегодня путешествуем в основном по Германии. Ирина Вигель, корпоративный директ, наша первая линия. Пожалуйста, тебе слово. И у меня больше хотелось бы, чтобы вы рассказали про круиз, потому что есть люди, которые сегодня сделали первый шаг, но не понимают, почему нужно делать второй шаг. В принципе, все партнеры, которые сегодня выступают, они сделали первый шаг на круиз. И практически уже очень многие доделали второй шаг, доделывают. То есть это очень классно. Ирина, пожалуйста. Доброе утро, дорогие партнеры, дорогие гости. Меня зовут Ирина Вигель. Я корпоративный директор, проживаю в Германии. В компанию пришла тоже на продукт. Мне стало интересно, что это за удивительные конфетки, о которых мне рассказывал Виталий. Я думаю, ну надо же так, такие результаты. И это меня зацепило. И по приезду домой, мы встретились в Берлине с ними, и приезду домой. Мне стало очень интересно. Я давай рыться в интернете. В общем, собирала всю возможную информацию, искала про наши дрожжи. И очень много роликов пересмотрела, и про круизы. И мне стало это очень действительно интересно. И таким образом я тоже нахожусь в нашей компании на сегодняшний день. Да. И также принимаю продукт. Мне очень нравится наш продукт, поскольку у него такие действия. Он помогает нам укрепить наше здоровье, сохранить его, продлевает нашу молодость. И я пользуюсь удовольствием нашим продуктом. Также вся моя семья. Имеем также результаты по здоровью. И компания тоже мне очень нравится, поскольку здесь, как говорится, в нашей компании все пазлы сошлись. Это и маркетинг, это и продукт, это и руководство, это и система обучения, это и путешествия. Ну, то есть действительно все совпадает в нашей компании. И я имела возможность попасть на круиз. Это был круиз «Магия 8» в 2019 году. У меня была такая цель, можно сказать, попасть на круиз, поскольку я ни разу еще не была в таком путешествии на круизе. И мечтала попасть на такой лайнер, особенно после вот этих всех роликов, которые я пересмотрела. И также я сделала первый шаг на круиз. И потом, когда сделаешь первый шаг, просто у тебя появляется стимул, мотивация действительно идти дальше, сделать второй шаг, потому что ты знаешь, что ты приближаешься к своей цели, и ты попадешь на этот круиз в конце концов. И таким образом мы сделали это. И мы были на круизе, я была с моей командой. Это были также мои партнеры. Это Вит, Элена и Кофман Ольга. Мы были троем. Нам это сразу придавало уверенность, что я не одна, что мы уже вместе. И побывав там на этом круизе, у нас были такие эмоции, это просто не передать словами. Действительно, сразу, как только мы приехали, мы зашли туда на лайнер, нас уже встречали, представители от компании, уже с подарками. Там были футболки, это кепки были. И попав на корабль уже непосредственно, у нас все шло по плану, все было организовано. Мы сразу получили программу, где все было расписано день за днем, что и как. И в первый день мы сразу встретились с президентом. Это был непосредственно 11 ноября, это был день рождения компании. И я впервые увидела президента, он проявил мне такое большое впечатление. Вау, это действительно сам Сергей Сергеевич сейчас стоит перед нами и говорит. Это было действительно круто. И это было незабываемо просто. И все было по плану, все было расписано. У нас не было свободы минутки, нам некогда было скучать. Второй день у нас была пуль партии. Это тоже где, как говорится, лайнер знает, а пейл гуляет. Вся палуба принадлежала нам. Это было так круто. Партнеры прыгали прямо в одежде, в воду. Мы танцевали. Это было действительно очень классно. Это было действительно просто незабываемо. И то есть потом дальше у нас была дискотека, где также все обнимались и танцевали. И просто было очень здорово. И также наши партнеры все вместе. Это много знакомства, это общение. Мы познакомились с другими партнерами из других стран. Это из России, из Канады. Это было действительно новое впечатление. Потом, что сказать про нашу вечеринку Мулин Руш. Так это вообще, это был вообще высший пилотаж. Это все такие были красивые, нарядные. Мы зашли в этот зал. Это шик, блеск. Это такая роскошь. Ну, действительно, это было очень здорово. Что-то посмотреть. Это было вообще здорово. Да. И также наши спонсоры непосредственно проводили нам экскурсию. Мы все вместе. Мы посетили буддийский храм. Смотрели достопримечательность этих прекрасных мест. Мы купались в Индийском океане. Мы катались на слонах. То есть у нас море-море впечатлений. Да. Это было действительно очень круто. Жаль, что просто время так быстро все прошло. Нам действительно некогда было скучать. Мы спали даже мало. Но с нашим продуктом мы имели силы, энергии. И на следующий день мы были опять бодры и полны сил для новых свершений. Вечерами мы собирались все вместе на ужин вместе со всей командой. Это было действительно просто классно. Я не знаю, у меня нет слов, чтобы это все передать. Поэтому я могу только одно сказать, что те люди, которые еще не сделали первый шаг, которым еще сомневаются, делайте первый шаг. Это действительно возможность испытать что-то новое. Конечно, все тоже ездят в отпуск. Но именно когда ты в компании, ты чувствуешь этот командный дух, когда мы все вместе на одной волне, все единомышленники, это что-то другое. Это нельзя вот так одному испытать, можно сказать. Да. И я в настоящее время тоже уже сделала первый шаг. И рекомендую всем сделать первый шаг. И промоушн идет до 31 марта. Еще есть время, так сказать. И это придает именно силу, уверенность идти дальше. И сделать второй шаг, чтобы попасть на круиз. Тем более, что в этом году у нас юбилей, 10 лет компании. Это будет триумфальный круиз. И Сергей Сергеевич уже обещал, что это будет действительно что-то необычное. И мы надеемся на это. И просто иначе быть не может нашей компании. Поскольку у нас все так. И я тоже думаю, что этот круиз будет лучше, чем все остальные. Поэтому призываю всех, кто еще не сделал шаг, делать и второй шаг, и первый. И благодарю Сергея Сергеевича за нашу компанию, за такой продукт, что дал нам такое чудо. И также благодарю моих спонсоров. Это Петра Виталия Надежда. За то, что пригласили меня в эту компанию. Дали такую возможность. И за все, за все. Спасибо всем. Поддаются внимание. Ирина, благодарим тебя за твои эмоции. Потому что каждый раз, когда мы говорим про круиз, конечно, хочется говорить, говорить, говорить. И те люди, которые еще не побывали на круизе, они, конечно, не понимают вот этого всплеска эмоций. Но когда они окунаются именно в эту атмосферу, естественно, все потом понимают, что нужно делать. И первый, и второй, и третий. И там нужно быть. Там просто нужно быть. И я хочу сказать вам по секрету, что Ирина была в круизе со своими двумя. Это были, это ее сестры, ее партнеры. Это корпоративные директора Елена Витт и Ольга Гоффа. Представляете, как круто. Семейный подряд и все корпоративные директора. Ирин, благодарим тебя за твою историю, за твой восторг. И мы просто уверены, что следующий. Я думаю, надо добавить, что семья в семье. Поэтому увидим большую перспективу. Это отдельный округ в Германии. Я думаю, это туда Мюнхен, Штутгарт. Я думаю, скоро услышат о такой дружной команде Ирины. И еще хотел сказать, что Ирина заскромничала. Она многодетная мама, имеет пятерых детей. И уже бабушка. Счастливая молодая бабушка. Поэтому уверены, все получится. У всех все получается. И знаем просто по всем историям, что действительно компания уникальна, многогранна. И каждый, конечно, находит свою изюминку в компании, где ему именно по душе. Спасибо. Да, Ирина, еще раз благодарим. И мы с вами переносимся в столицу Германии, в Берлин. И мы предоставляем слово корпоративному директору нашей первой линии, Галине Герцен. Галина, пожалуйста, тебе слово. Передай нам свой восторг. Почему ты в ЭПЛ? Почему ты осталась? Почему ты здесь? С большим опытом работы. С большим опытом работы в других сетевых компаниях. Доброго времени суток всем. Меня хорошо слышно. А то у меня почему-то пишут, что у меня интернет нестабильный. Все прекрасно. Все слышно хорошо, замечательно. Хорошо. Как Надя уже сказала, зовут меня Галина Герцен, я корпоративный директор компании ЭПЛ. Я пришла в компанию, как, видимо, и большинство вообще наших партнеров, на продукт. Потому что у меня были очень серьезные проблемы со здоровьем. И имея опыт работы и сотрудничества в других сетевых компаниях и пользуясь продуктами этих компаний, причем известных на рынке компаний, я не получала там результатов по своим проблемам. Тем не менее, и более того, они у меня все более усугублялись. И вот когда мне, для меня ключевую роль вообще сыграл один видеоролик, который мне прислал Виталий, на котором мужчина преклонных лет делится своим результатом о продукте ЭПЛ. И у него была проблема, точно такая же, как у меня, это проблема коксартроза. Это заболевание суставов, что давало вообще просто нестерпимые боли. Я получала даже болевые шоки, теряла сознание, увозили меня в больницу. Много лет жила на очень сильных обезболивающих, которые и до конца не обезболивали, и кроме всего прочего еще оказывали негативное влияние на все остальные органы в моем организме. И вдруг в этом ролике мужчина рассказывает, что у него была такая проблема, и он, принимая продукт компании ЭПЛ, буквально в течение месяца почувствовал облегчение, и он это продемонстрировал в этом ролике, свое облегчение. Он там и присаживался, и делал зарядку. Там ролик буквально на минуту, но он меня очень сильно впечатлил. И это было вот отправной точкой, почему я пошла в бюро, превозмогая боль, я пришла в бюро. Но тогда о бизнесе я даже думать не могла, потому что я пришла конкретно на продукт. И когда мне Виталий начал рассказывать о компании, о продуктах, я говорю, ты мне много не рассказывай, меня интересует вот именно вот этот продукт, который брал вот этот мужчина. Говорю, я хочу этот продукт, и я хочу еще продукт для укрепления иммунной системы, потому что, естественно, многолетний прием таких сильных, сильнодействующих лекарств, он подорвал полностью мою иммунную систему. Я взяла продукт, продукт я поверила просто сразу, вот на одном ролике. Я взяла продукт, но я даже не ожидала, каких вообще поразительных, какие результаты я получу с этим продуктом. Буквально на третий день я избавилась от обезболивающих таблеток. Я их просто перестала принимать, потому что они мне стали за ненадобностью, как говорится. И тогда я уже подумала, что я в правильном месте, это тот продукт, который нужен многим, и я буду изучать этот продукт, и я буду говорить о нем людям. И каково было мое удивление, что у нас как раз получилось, дня через три приезжала Нина Семеновна Шашукова в Берлин. И я пригласила туда двух своих приятельниц, у которых тоже проблемы были со здоровьем. И они после выступления Нины Семеновны воспользовались этим предложением и тоже изъявили желание взять продукт, вступить в компанию ИПЛ. И получается, что мой первый заработок в компании, он уже начался буквально на третий день. У меня появилось два партнера, которые зашли на статус и по 600 условных единиц. Меня это настолько вдохновило, я подумала тогда, я еще не думала о большом бизнесе, я не думала о большом построении структуры, а я подумала о том, что это же шанс какой, имея такой продукт, который мне нужен, и который я знаю теперь уже точно, что я его буду все время покупать, брать, но я же его могу иметь фактически бесплатно, не заглядывая в кошелек, не отнимая денег из семейного бюджета. И тут мне пришла такая мысль, я думаю, это компания, которая дает шанс каждому, даже те, кто не имеет больших доходов, имеют возможность приобретать этот продукт. именно рекомендуя его дальше. Это оказалось бизнес настолько прост, что ты принимай продукт сам, получи результаты, расскажи своим близким, да, и покажи, где они могут приобрести такой же продукт. Что проще, по-моему, даже уже и придумать было невозможно. Ну, и я начала все далее и далее рассказывать, понемножку начала расти структура, вот. И я начала изучать и продукт, и маркетинг-план. И что меня тоже привлекло, почему я так твердо решила, что я буду в этой компании, я буду строить здесь бизнес. Это то, что до этого у меня был опыт работы в прямых продажах. Ну, что значит прямые продажи? Провела термин, рассказала о продукте, продала, заработала. Не провела термин, не рассказала, не заработала. А мы все люди, у нас есть различные такие тоже, и в отпуск хочется съездить. Так что, получается, ты в отпуске, заработка нет, потому что ты не работаешь, ты не продаешь. А в нашей компании ты в отпуске, а у тебя есть пассивный доход, твоя структура работает. Твои люди делают вторичные закупки, закупают дальше продукт. Потому что те люди, которые хоть раз попробовали наш продукт, я больше чем уверена, уже не могут от него отказаться. И вот это был тоже один из ключевых моментов, почему я в компании, изучая далее маркетинг-план, я увидела его преимущества над другими сетевыми компаниями, в которых, вот я как говорила, я в трех компаниях до этого имела опыт работы в сетевом маркетинге. И главное преимущество нашего маркетинг-плана, что когда мы говорим о структурном бонусе, вы обратите внимание, как идет выплата процентов провизиона. Она идет от первой линии до шестой по нарастающей, скажем, от пяти до десяти процентов. Те же, кто пришел сразу на управляющего директора, сразу со всех линий получают десять процентов. Вот. И что в других компаниях? Там идет как раз-таки с точностью до наоборот. Тебе за первый уровень платят, скажем, там, десять процентов, и чем ниже, тем меньше процент. А мы знаем, что чем ниже структура, там больше людей. И получается, что наша компания платит нам больше. Там, где больше людей, мы получаем больший процент. Если, скажем, у вас в шестой линии сто двадцать шесть человек, и вы получаете с них по десять процентов, это же заработок просто вот. Поэтому я стала интересоваться, сколько вообще компания инвестирует в своих партнеров. Вот. И оказалось, что шестьдесят пять процентов компаний инвестирует в бонусы, в выплату бонусов. В последний год такое новшество тоже произошло, когда бонусы стали выплачиваться вообще мгновенно. Не проходят минуты, у нас бонусы уже на бэк-офисе. Вот. Потом посмотрите, сколько компания делает для нас, чтобы мы могли успешно развивать бизнес. Здесь не важно, какое у тебя образование, насколько ты можешь говорить, насколько ты можешь завораживать людей, привлекать публику. Организованы компании, системные вебинары, которые вот раньше проводились дважды в неделю, мы четко знали, когда презентация возможностей компании, и есть презентация про продукт. И ты уже можешь людей приглашать или на ту или иную презентацию, которую проведут наши лидеры, высокопрофессиональные лидеры. Кроме всего прочего, наши лидеры еще дополнительно, кроме вот этих вебинаров системных от компании, проводят еще от себя вебинары, которые в помощь всем нам. Почему? Потому что здесь так построен бизнес, что мы все заинтересованы в друг друге. И каждый спонсор заинтересован, чтобы его ниже стоящая структура зарабатывала, потому что он от этого имеет тоже лидерский бонус. И это настолько грамотно продуманный маркетинг-план, чтобы заинтересовать всех и каждого зарабатывать. Ну, естественно, как вообще пошагово все расписано в компании, с чего начинать работу, как работать. Это не было ни в одной из компаний, с которыми я была знакома. Там мы как слепые котята, что-то, если нам кто-то из вышестоящих лидеров раз в полгода приедет, проведет какую-то презентацию, расскажет, а остальное мы все методом своих ошибок постигали. Здесь же каждый новичок, который сегодня зашел в компанию, может открыть свой бэк-офис, это кабинет, который ему дается в интернете, и может прочитать, с чего ему начать, как ему работать, как ему привлекать людей, что говорить людям, куда это привлекать, куда это привлекать. Потом, конечно, мероприятия компании. Это тоже огромную роль для меня сыграли мероприятия. Одну их дважды была в Турции на Edge Seasons. Это было вообще что-то невероятное. Это когда люди действительно на одной волне съехались с разных концов мира. Наши партнеры приезжали. Многие приехали с семьями. Мы знакомились там друг с другом. Мы все общались, как старые добрые друзья. Все делились опытом. Там не было такого, что я вот это знаю, но я тебе не скажу. Я буду зарабатывать, а ты вот там типа как хочешь. У нас нет вот этой конкуренции. У нас именно здоровое сотрудничество, партнерство. Потому что в компании существует еще один очень умный вид бонуса. Это когда люди с определенных... Пар оборотов с определенных квалификаций начинают зарабатывать в структурах, в других ветках. Что нет такого. А, вы ко мне не относитесь. Вы даже это, я с вами поэтому не буду разговаривать. Нет, завтра эти люди могут принести вам доход. Вы заинтересованы всем помочь. Вот, что настолько это все грамотно организовано в компании. В 2015 году. Это была Куба, Ямайка, Каймановы острова, Мексика и опять Куба. Это было что там. Конечно, вечеринки, которые проводились. Это и вечеринка пиратская, и вечеринка в гангстерском стиле. Это и празднование дня рождения компании. Это и награждение достойных, которые достигли в компании определенных статусов. Или достигли принимать участие в различных элитных клубах компании. Это вот настолько все заряжало. И вы представляете, я сейчас не хочу никого обидеть, но гордость распиралась за Германию. Потому что большинство на сцену приглашалось партнеров из Германии. И я помню, когда вышла выступать Нина Семеновна Шашукова, она рассказывала о себе свою историю. И она обратилась к залу и сказала, а сейчас, говорит, я попрошу, пожалуйста, встаньте, говорит, все, кто в моей команде. И вы представляете, встал весь зал. Это было вот настолько, вот я сейчас рассказываю, у меня сейчас мурашки. А там, когда вот эта вот энергетика общая наша, она слилась вся в одну, это такой заряд. Вы знаете, сам себя, сидя дома и не выходя, не участвуя в наших мероприятиях, не попадая вот в этот коллектив, вы этого никогда не прочувствуете. Я призываю всех, используйте все возможности, которые дает нам компания. Как говорит наша Эмма Поль, она, я выполнила промоушен, поехала в круиз. Это же так просто! Это такой легкий промоушен! Это вот меня поразили слова тогда вот нашей дорогой, любимой всеми Эммочке. И у нас ведь действительно легкие промоушены, они все реальны. И те люди, которые их выполняли, я думаю, все это могут подтвердить. Поэтому вот для меня, почему я в компании ЭПЛ, то, что я буду пользоваться этим продуктом, я для себя вообще решила это сразу бесповоротно. С первых своих результатов. И потом я еще получала в дальнейшем еще массу результатов по своему здоровью, потому что, я говорю, трудно, наверное, назвать диагноз, которого у меня не было. Вот. И который на сегодняшний момент у меня один за другим. У меня просто после отследования эти диагнозы убирают. вот, что именно вот эта атмосфера, атмосфера семьи, и она очень сильно чувствуется. Вот. На любом уровне, что это не зависит от того, сегодня ты пришел, какой у тебя статус, или ты уже несколько лет в компании и занимаешь какие-то высокие позиции в компании. Вот. Мы все одна семья, мы все можем обратиться друг к другу, мы все рады видеть друг друга. Со многими вот я знакома онлайн, со многими я знакома персонально. Вот. И действительно, это вот чувство семьи, оно действительно присутствует. Вот. Ну, и это все идет, конечно, от нашего президента. Как он позиционирует себя, как он позиционирует свою семью, как он позиционирует нашу компанию, наш продукт. В этого все невозможно не влюбиться. Вот. За косметику говорили, вот, по-моему, все наши до меня выступающие люди, я могу только присоединиться к их словам. Это какой-то просто прорыв в рынке продукции косметической линии. Вот. Такого я еще действительно не видела, не встречала, чтобы косметика, которая разработана таким образом, что она подходит для любого типа кожи. Вот. И я, имея паспорт аллергика, именно кожного аллергика, очень многими видами косметики не могла пользоваться вообще. Вот. Мне очень сложно было вообще что-то подобрать. Наша косметика, вот вся, я купила всю линию продукта, да, которую мы выпускаем, подходит вся. Вот. Я смело начала ее пользоваться, она подошла вся. Вот. И результаты, они видны, вот, как действительно говорят, что первый результат, он виден вообще мгновенно, с первого же применения. А дальше оно идет все по нарастающей. Мы принимаем, пользуемся косметикой, и результат, все новые, новые, новые результаты получаем. А какое невероятное вообще ощущение на коже, когда умылся нашей пенкой, там, или нашим молочком почистил лицо, или наложил серум. Это же, это, очень приятно это еще, кроме всего прочего, это еще и приятно в ощущениях. Потому что, как говорят, пластическую операцию люди делают, тоже быстренько получают результат. Ну, вы извините, сколько ходят из синяками и болевые ощущения, все. А у нас все через приятность. И так же, как наши леденцы. Очень вкусно. Берешь, не морщишься, не давишься, чтобы запить там какую-то таблетку или капсулу. А наслаждаешься вкусом вкуснейших наших карамелек и получаешь результаты по здоровью. Поэтому, те, кто еще думает, вот хотела бы обратиться, если у нас сегодня есть новички. Не думайте, не теряйте время. Наш продукт, это продукт будущего, сегодняшнего дня и будущего. И нам очень сильно всем повезло, что мы познакомились с этим продуктом, познакомились с этой компанией. Ведь сколько людей еще не знают и ни разу не слышали ни о компании, ни о продукте нашем великолепном. У нас очень большой еще миссия перед нами стоит, помочь тем людям. Потому что многие ждут помощи, многие ищут, как помочь себе. И не могут этого найти. И если мы будем сами получать результаты молчать, то это просто преступление. Я так считаю. И я призываю всех, кто еще раз думает, не думайте долго, не теряйте время. Присоединяйтесь к нашей семье. У нас действительно классно. Желаю всем большого успеха и по здоровью, и по бизнесу. У нас есть еще ряд продуктов, о которых сегодня никто не сказал. Это и наши великолепные каши, это и наши батончики, это и кофе. Это наша зубная паста, которая тоже просто невероятная. Я вот одно слово скажу, что она отбеливает естественным образом. Наша зубная паста отбеливает зубы естественным образом. Именно из-за того, что в ее состав входят такие травы. Она не абразивная, она не нарушает нашу эмаль. Как, допустим, многие отбеливающие зубные пасты, которые вы можете покупать там в драйвере где-то. Они имеют вот этот абразивный порошок, который царапает нашу эмаль. Это без повреждений эмали. Вот. И дезинфекция полости рта, она убирает многие проблемы. Какой-то прыщичек у вас во рту там появился или что, наша зубная паста. Вот. Не ищите долгих, как говорится, способов избавиться от или иной проблемы. У нас есть все. Поэтому добро пожаловать к нам в семью АПЛ. Галина, благодарим тебя. Я так понимаю, что если нашим партнерам дать просто волю, они будут часами говорить про наш продукт, про результаты, про то, что их вдохновляет, про те мероприятия. А мне хочется именно сказать, что, Галя, вот этот пример, когда ты сказала про Нину Семеновну Шишукову, я желаю каждому партнеру в компании АПЛ, чтобы каждый раз при любых презентациях, при больших залах, 2-3 тысячи, 5 тысяч человек, чтобы вы говорили, встаньте, моя структура, встаньте, моя команда, чтобы у вас вставали все люди. То есть это очень-очень классно. И это будет, потому что мы действительно с вами в самом-самом начале. Я тебя благодарю. Мы счастливы, что вы у нас все есть. А сейчас мы передаем слово, наконец-то, в Канаду, нашей звезде, корпоративному директору Ирине Ротнов. Она сегодня, представляете, у нее глубокая ночь. Она сидит, нас всех слушает и ждет своей очереди. Проявляет лидерские качества. Действительно, это лидер с большой буквы, и за ней большое будущее, за ней большие структуры. Ирин, тебе слово. Спасибо большое, что дали напоследок мне слово. Ну, во-первых, я всех-всех приветствую, всех хочу поздравить с праздником. Видите, для вас держу елочку зажженную. Все-таки мы все выходцы Советского Союза и держим эти традиции. Но я сейчас, слушая всех моих подруг, окунулась в такие приятные воспоминания, что и забыла, что ночь, что спать надо. Я бы уже рванула бы снова куда-нибудь, какой-нибудь круиз. До того это приятные воспоминания. В первом круизе я с Галей была, Герцен. Во втором круизе с Ириной Вигель в одной комнате. Видите, как все сближает. Независимо от стороны, независимо от возраста, мы делаемся действительно друзьями, как в семье. Ну, я сейчас, конечно, хочу сказать именно про бизнес, да. Потому что болячки – это тема не очень интересная. И потом, когда внутри гармония, когда тебе хочется что-то делать, когда ты это делаешь, когда тебя окружают такие позитивные люди, такая энергетика, такой успех, поверьте, болячки уходят, да еще с помощью наших конфет. Да это надо всем прям, предлагая конфеты, говорить, хотите скорейшего результата – работайте. Этот витамин Р вместе с конфетками дает в два раза больше результат. Поэтому расскажу на себе. У меня была и есть болезнь ревматоидная артрит. Это болезнь хроническая, аутоиммунная, неизлечимая по всем медицинским показателям. Но я, значит, конечно, не всегда болела этой болезнью. Я 37 лет прожила в Казахстане, 18 лет прожила в Германии, вот уже 10 лет в Канаде. И меня мучили эти проблемы со здоровьем. И в феврале 2017 года позвонил мне Виталий, рассказал о этих чудо-леденцах и предложил, конечно, бизнес. Потому что мы знакомы уже более 16 лет, и он знал мои проблемы. Мы также пересекались по бизнесу в Германии. Но на тот момент я этот вопрос вообще не рассматривала, потому что Канада была закрыта. А в Канаде люди, понимаете, если это не разрешено в Канаде, невозможно разговаривать, шансов нет. Никто не воспримет. Ну и пересылка очень дорогая. Поэтому я сразу согласилась именно на продукт, потому что проблемы есть. И натуральным продуктом пользоваться никому не помешает. И почему бы не попробовать? Тем более Надежда с Виталием уже имели свои результаты, а я их знаю хорошо и им поверила. Выписала первые, ждала, конечно, больше месяца продукт. И вот полгода я принимала продукт и на глазах видела улучшения, видела хорошие результаты. И в августе 2017 года официально открывают Канаду. Ну, это дало мне такой толчок. Я уже поняла, какая бомба у нас в руках и что это такое. И это поняла не только я, но и окружающие меня люди. Потому что по моему заболеванию мои руки были опухшие. Я не могла ни кольца носить, ноги были опухшие. Я не могла ни на каблуки встать, ничего. А здесь у меня ушло. Ушло воспаление, ушли опухоли. Все меня спрашивали, что ты делаешь? И вот когда открыли Канаду, здесь уже я молчать не могла. В первую очередь я подняла статус на 3000 и стартанула. За два первых месяца я заработала 5000 долларов, ой, евро, в долларах еще больше. Я вернула свои 3000 и я поняла, в этой компании есть деньги. Это не только вкусно, но еще и довольно хорошо платят. Поэтому я стала работать. В 2018 году я с командой 4 человека едем в первый наш круиз. Это была Куба, Ямайка, Мексика, Каймовые острова. Это было первый раз, и это было толчком для дальнейших круизов. Как бы такое осталось впечатление, что хочется вернуться туда. Понимаете, вот, ну, казалось бы, мне уже за 60, там молодые, но мы все вместе тусим. Там такая энергетика, такое настроение, что ты молодеешь. Какая пенсия? Какие носочки вязать? Да здесь в воду в одежде, на дискотеку. Но до того, как говорит наша Надежда, всегда попал в банку с солеными огурцами, сам промаринуешься, да? Вот так и у нас было. На эту пиратскую вечеринку мы собирались, мы там угорали со смеху. Но до того смешно, когда видишь какой-то лидер такой, и вдруг в таком костюме, ну, со смеху падаешь. До того, ну, это классно. И после этого эта гангстерская вечеринка, уже совсем другие, уже такие дамы. Ну, это на глазах прям все превращаются, да, из золушки в королеву. Ну, в общем, мы не только целый день у нас весь забитый, мы потом вечерами. Это такое тесное общение, это так сближает. Ну, действительно, вот пролетело, это только потом можешь осознать, уже когда дома, сидя на диване, ты просматривая все такие прелестные фотографии, да, ты понимаешь, что ты впитал за этот круиз. Поэтому, когда говорят, да, я и сам могу отдохнуть, не можешь. Вот нету такого драйва, не получишь. От такого общения. Или ты одной семьёй, или две семьи, или вот там, мне казалось, корабль наш. Ну, во-первых, на корабле это всегда шик, это всегда. Это смотришь, номера круче, чем в гостинице на земле. Такая обслуга 24 часа. Меню всё не перепробуешь, глаза разбегаются. И когда это ещё за одним столом с твоими друзьями, вместе с шутками, со смехом, это, понимаете, ещё гораздо приятнее и вкуснее. И вот у нас, мало того, что это был круиз, после круиза мы ещё своей командой остались на Кубе, чтобы насладиться морем, да, океаном. И мы там знакомимся с семьёй Макеевых. И они уже в то время стали членом нашей команды. Мы все общались каждый день на пляже, вечером за ужином. Люди увидели, увидели, что такое ИПЛ, потому что в Кубе была, как, ну, на красивых больших машинах большой парад. Там около 70 штук машин, все разного цвета. Это так красиво. Это даже в фильмах не увидишь. Вот такое придумал у нас Куликов. Сам вот так, во главе, как Чапай, и мы за ним на этих машинах. Ну, это драйв, действительно. Многие партнёры были, и все меня поймут, и все вспомнят, как это действительно было. И вот наши Макеевы, они тоже это видели. И вау, что это за компания, что у них есть такие привилегии. Так, завоевать и даже Кубу. И вот Хелена Харт с моей командой тоже, она с ними была по соседству на пляже. И вот она их подписала. Мы дружно взяли их в семью. И в девятнадцатом году мы уже попали к ним в гости. Понимаете? Мы не родственники, мы не давно знакомые. Мы совсем свеженькие, но нас приняли как родных. В девятнадцатом году, в марте, я полетела на форум в Казань. И там, конечно, мы встретились. Встретилась я со своими спонсорами, с Надеждой и Виталием. Туда и приехали Макеевы. И вот сам форум, я была первый раз на таком форуме. Меня поразили именно вот те знания лидеров. Я впитывала как губка всё. Всё мне так было интересно. Действительно, люди делятся фишками. Я не успевала записывать, который раз я действительно решила стартануть в бизнесе. Почему я приняла это решение? Потому что после кубы я сразу уволилась с работы. Я оставила работу, хотя она была хорошо оплачиваема. Но невозможно усидеть на двух стульях. Если ты что-то делаешь серьёзно, ты должен отдаваться полностью этому. А не так, або сегодня сделаю, а завтра нет. И вот на этом форуме я тоже все впитывала эти знания. Я и купила ежедневник Куликова. И знакомилась с лидерами. Спрашивала об их истории успеха. И вот это вот всё... Ты чувствуешь, что ты не зря приехал. Что я пролетела такой путь через океан, но она мне что-то дала. И мало того, мы ещё после этого, не расставаясь, так же компанией поехали. Самара, Тольятти, Новокуйбышек, Смакеевы. Они нам представили целое турне. Мы повидали много, но мы делали презентации в каждом городе. А вечером у нас была учёба. Бертрамы нас наставляли на путь лидеров, раскладывали весь этот маркетинг. И вот когда ты со своими понятиями, а не со своими, приходишь к одному знаменателю, вот это дорогого стоит, понимаете? Сидя где-то дома, вы в одиночке, вы никогда не станете умнее или изобретёте велосипед. Здесь всё готово, только берите и пользуйтесь, и любой спонсор пойдёт навстречу, любой. Потому что, как сказала Галина Герцен, у нас такой маркетинг, каждый заинтересован ниже стоящим. Поэтому, вот проделав всё это, я потом ещё рванула в Тулу, там проделала презентации, людей подписала. Потом Германия, всю Западную Германию объездила, также со своими спонсорами. Были и на ПВК, и на слёте лидеров. Вот это так всё закрутилось, понимаете? Какой там отдыхать? Меня родственники не видели в Германии. Всё время на колёсах, всё время в пути. Но мне это в кайф, это не обременяет. После этого мы летим все в Турцию. Понимаете? Это опять, это другая сказка. Это отель, как Москва, как будто мы в какой-то город приехали. Это опять же снова обучение, которое приятно тебе, которое ты сам хочешь этого. Это не то, что высидеть с утра до вечера и думать, когда же закончится. Нет, там наоборот перерыв. Я помню, я бежала, слушала. То Лариса Гукова рассказывает, то Нина Шашукова, то Нина Царикович. И везде охота что-то узнать новенькое. Потом, конечно, были и времена, что бежишь и в океане окунуться, и в океане в море, и в сауну ещё сбегать. И вот в сауне я встречаюсь с Ниной Шашуковой. Ну, это же классно, мы лежим рядышком, здесь нас наводят, значит, расслабительные процедуры. Ну, где ещё такое будет? Где? Понимаете? И вот это вот вечером выезжали в Турции на показательные выступления. И всё это вместе, всё, ну, в общем, слов я больше не найду. После этого я такая мотивированная, приезжаю в Канаду, и сразу на следующий месяц я закрываю корпоративного директора. Теперь вы понимаете, для чего нужны наши встречи, наше обучение, наши все мероприятия, которые проводятся. Потому что все, кто через них прошёл, обязательно выходят на новый уровень. Обязательно. Они не остаются равнодушными, уже никогда не скажут, а зачем это мне нужно, как многие говорят. Я вам скажу, люди говорят те, которые не познали, что такое успех, что такое удача, у которых опускаются руки, это пропадает вера в себя. И тогда какой самый хороший способ? А, ничего здесь хорошего нет, можно и самому отдохнуть хорошо. Это всё неправда. Поэтому надо самому это прочувствовать, это пройти, и вы поймёте, что это действительно так. Вот, после этого, что у нас было? Ещё была Москва. Еду на восьмилетие Москвы, это, магия восьми. Это, получается, как будто снова окунуться в сказку, да не только в сказку, ещё в такое чудо. И когда смотришь, как эту Анну протыкает Куликов мечом, тогда вообще уже. И вот так сидишь тоже, вау, вау, да, такой, да ещё придят в гостинный номер, не кончается, магия восьми не кончается. Я не понимаю, с Галей мы были в одной комнате, с Герцен, ещё девчата были, что спали по два часа. Откуда бралась энергия? И нам не хотелось спать. Вот пойдём, Галина Хардер, знает, в ресторане сидим. Ну, это классно. Вот так вот прошла, значит, магия восьми. После этого летим в Сингапур на круиз. У меня был сначала страх. Думаю, так, кто был со мной в комнате, со мной не летят. С кем же я полечу? Ребята, пол самолёта, а то можете больше. Были и пел. И так видишь, вау, да это же все наши. И потом встречаемся, нас встречают. Ну, Сингапур, что я хочу сказать. Я вообще много везде, где побывала. Ну, это действительно город роскоши, город красоты. Я не успевала фотографировать. У меня столько этих кадриков. Я теперь, когда просматриваю эти светящиеся деревья, эти светящиеся фонтаны, это экзотические всякие, ну, это очень красиво. И поэтому, когда ты сам поедешь, ты столько не увидишь, когда ты в компании это делаешь. После мы поплыли Малайзия, потом Таиланд. И когда ты видишь и можешь сравнить богатый район, бедный район, покататься на слонах, поплавать на лодках, не только на огромном катере, но и на маленькой лодке в этом океане. И ты вот это все испытываешь и смотришь. И это я теперь даже не раздумывая делаю первый шаг с надеждой, что я все-таки попаду на следующий круиз. Потому что я уверена, что каждый круиз все лучше и лучше и лучше. Наш креативный отдел, они уже набирают такой оборот, такой опыт, что с каждым годом все лучше делается. Поэтому даже, ну как, я уже и не уговариваю, я просто показываю свои фотографии, и люди видят, что это действительно стоит из-за этого. Стоит потрудиться, во-первых, мы трудимся не для кого-то, не для круиза, а для себя. Мы же зарабатываем эти деньги, чтобы потом можно было и в круизе также купить подарки, ни в чем себе не отказывать. Это же здорово, но как поехать такую далее, оттуда ничего не привезти? Да там даже на одном лайнере были такие подарки, что до сих пор я приехала, я всем привезла подарки. Это же, ну, приятно не только получать, но и также делать подарки. Поэтому вот что еще хотела вам сказать. Также на корабле был вот этот мулен-руш, как уже Ирина Вигель сказала, когда видишь таких светских дам все, и сам преображаешься, и кажется, это не только там где-то в автобусе толкаться, но ты чувствуешь себя на другом уровне, понимаете? Я вот белой завистью завидую своим спонсорам, как они сейчас будут в окружении Куликова. В каком статусе? Это классно! И нам всем надо к этому стремиться. С одной стороны, хочется все и сразу, а с другой стороны, не все так легко дается. Надо пройти этот путь, надо заработать. И я это тоже понимаю, поэтому и стремлюсь к этому. И на данный момент у меня уже довольно большая структура в семи странах. Это у меня Германия, Канада, Америка, Россия, Казахстан, Азербайджан и Украина. Понимаете? И мы разговариваем со всеми за этот 20-й год. Это до того нас сблизил. Мы действительно и знаем друг друга. Мы же видим, мы же по зуму разговариваем. И вот так вот, вы знаете, все-таки мне 65. У меня много друзей, которые на пенсии, и все, говорят, да все уже. Осталось только вот пирожки ждать, когда помрешь. Боже мой! Я говорю, я вам не родственница и не товарищ. У меня команда молодых, амбициозных, и я вливаюсь в это, я наполняюсь этой энергией, понимаете? И иногда даже, когда смотришь, что какая-то бабушка не знает телефон на какую кнопку нажать, и думаешь, нет уж, лучше я буду развиваться, лучше я буду что-то делать. Да, трудно, нелегко. Иногда бывает, и нервы портишь, или мой сын со мной портит, когда говорит, мама, я тебе уже показывал, как здесь в компьютере. Ну, ничего, потихонечку справляемся. И когда вот сейчас ночь, и сижу одна, и я знаю, что я смогу и зайти в компьютер, и выйти. И так все могут, независимо от возраста. Если я могу в своем возрасте, почему другие не могут? Все могут. Это надо только иметь желание, только надо воли иметь, главное принять решение. И те, кто думают, да, я буду работать, лишь бы у меня было, ну, как сказать, зихерунг, да, это, чтобы я был спокоен. И так помимо заниматься и пел не получится. Ребята, надо, если чем-то занялся, отдай себя всего. Вложься туда, и тогда будет результат, будет успех, и поймете, что это этого стоит. Понимаете? Поэтому я вас призываю. Чем больше нас будет, чем дружнее мы будем, тем будет лучше для нас и для всех остальных. Я благодарна моим спонсорам, что вот когда-то в двухтысячных годах нас судьба свела, и я не могу их догнать. Бегу, бегу. Ну да, их же двое, они быстрее. Но я не буду отставать. Я все равно хвостиком буду висеть. И я думаю, что и моя команда меня поддержит. И все параллельные, вот каждый день выходим на Zoom, все параллельные структуры, ну как родные. Я никогда не делаю отличия, у меня это в структуре или в параллельно. Мы все равно одна команда. Мы все равно делаем одно общее дело. И поэтому спасибо за внимание, что я вас здесь заболтала. Надя говорит, не остановить, будет говорить. Я вас всех люблю. Спасибо. Ирина, благодарим за твои эмоции. Как вот написал кто-то в чате, что твои эмоции передаются через океан. Это 100%. И, как я уже сказала, да, говорить, то не допросишься выступить и сделать вебинар, а потом просто не остановить. Потому что это действительно компания новой формации. Это компания, которая дает нам абсолютно все. И возможности заработка, и возможности путешествия, и быть здоровым, красивым, успешным. То есть это очень здорово. И мы всех благодарим, кто сегодня очень долго взял себе это время и не уходит. Потому что действительно история людей – это именно бизнес, на котором строится абсолютно все. И вот как вот мы здесь на картинке, нам эта картинка очень нравится. Подожди, я не открыл еще, Надя. Пять секунд. Вы просто хотели бы подытожить все, что сказали. В принципе, уже даже добавлять-то и нечего. Но хотелось бы это сделать так, потому что этим материалом будут пользоваться, может быть, для того, чтобы именно показать для других людей. Мы хотели именно показать вот с этого слайда, что именно команда, работа в команде, работа в коллективе именно приводит к успеху. И мы действительно здесь не одни. И мы это… Когда рассказывают компании, всегда рассказывают, да, где-то там в будущем, где-то там, где-то будет. А мы говорим, вот это здесь и сейчас. И это к тому подтверждение именно вот всей истории, которую партнеры уже рассказали. Да, потому что плечом к плечу мы с вами достигаем результатов. Мы с вами идем к намеченной цели. Поэтому не ждите никогда идеальных условий, чтобы начинать действовать. Действуйте здесь и сейчас. Да, много было сказано, конечно, о руководстве компании, которая является именно владельцем компании. Вот очень важно именно компанию, которую он создал на те средства, которые именно, которая зарабатывает компания. Очень важно, без всяких кредитов, без всяких инвесторов. Мы не только говорим, что компания международная, мы также говорим, что есть уже филиалы, представительства. И мы хотим показать здесь, что Сергей Сергеевич Куликов является и руководителем компании в Германии. Поэтому мы с уверенностью говорим компания международная, APL Go Germany. Да, и такие на сегодняшний день известные платформы всем сетевикам – это Business for Home, где сегодня показывается именно прирост компании APL, где показывается именно успех компании APL. Мы сейчас не будем вдаваться во все эти цифры, но вы должны понимать, что это именно очень большой престиж выступать на этой платформе. Да, и компания именно дает этот рост, прибыль, успех. Мы это видим не просто в словах партнеров, а мы видим это в деле, что компания действительно заявила себе очень громко на мировом рынке. Компания заходит на мировой рынок не только тех стран, которые открыли, открываются другие регионы. И мы всех просто зовем, показываем это будущее. И мы уверены, что через время кто-то, присидя здесь сегодня, говорит, да, действительно, все, что они когда-то говорили, случается. Компания в этом году сделала 58%, когда многие компании просто банкротятся и уходят с рынка. Почему? Потому что уникальное в компании есть уникальное, об этом все опять повторимся, скажем, что есть уникальный продукт, который не оставляет равнодушных, но только тех людей, которые действительно принимают этот продукт, они пользуются, постоянно пользуются и получают постоянные результаты. Это наука, это технология, которая объединила человечество в развитии, объединилась с теми кореньями, цветениями, когда всегда еще использовалась для лучшего развития, для лучшего самочувствия. Наша гордость... Наша гордость – это по той же технологии, что сделаны наши любимые конфетки, это наша косметика. Вы слышали сегодня те отзывы, которые говорили наши партнеры, которые с каждым днем становятся все краше и краше и краше. И все это делается в Германии. И это наша гордость. Да, это говорит о том, что Германия уже признала, как технологию, аккумуляторный эсэй, как науку, именно поэтому добавляя в косметические продукты, именно проходят проверки. Поэтому это все очень серьезно. И мы с нетерпением ждем 16-й продукт, какой же он будет в компании. И мы уверены просто с этим продуктом. Мы еще сможем больше достучаться людей, людям, которые ждут этот продукт, которые просто ищут этот продукт. Но нам нужно всегда время, чтобы показать, что действительно этот продукт работает. Компания имеет собственное производство. И мы хотели вот здесь показать, что многие партнеры имеют такую возможность поехать на завод, на предприятие и лично посмотреть, как же рождается продукт компании EPL. И наши мероприятия. Вы видели, сколько восторга сегодня передавали наши партнеры о тех круизах, о всех мероприятиях. И просто маленькое напоминание. Как это здорово, как это прекрасно, когда все собираются вместе, и когда говоришь, встаньте, моя команда, и встает весь зал. Да, мы приветствуем, именно говорим, международная компания, международная команда. И вот здесь как раз напоминание, что вот именно то, что, может быть, Ирина говорила, когда команда с Канадой, и вот мы на снимках, я думаю, многие себя увидят. Команда Россия, Германия. Многие увидят. И вот этот вот момент, который все говорили, что именно палуба, которая практически принадлежала компании EPL, и многие действительно с большой завистью смотрели и не понимали, что происходит, откуда эти все в белых футболках и все с таким позитивным жизнерадостным настроением, это мы только можем подтверждать, что это не просто слова, а именно факты. Да, это что люди в 10 утра празднуют на палубе день рождения компании и устраивают дискотеку. Дискотеку не только на палубе, но и на пляже. То есть везде танцующая компания EPL. Да, и мало того, не только о мероприятии, как круизы. Мы уже сегодня приглашаем абсолютно всех, кто сегодня присоединится к компании EPL, что уже в этом году компания обозначила, что будет проводиться летняя академия именно в Майами. То есть это именно то мероприятие, которое каждый для себя может именно проявить и может быть даже узнать самого себя с другой стороны. Да, еще раз возвращаемся в Турцию. Показать просто рост. После каждого мероприятия растут команды, растут лидеры. И это можно увидеть именно после мероприятий. И на мероприятиях как раз люди общаются. Да, вот то, что Ирина уже говорила, делятся разными фишками, встречаются с лидерами. Они начинают понимать именно, куда же двигаться, что же нужно делать. А делать нужно очень просто. Это именно повышаться по квалификациям. Быть немножко лучше, чем другие. В каком плане? То есть ставить себе цели по квалификации, например, корпоративным директором. Получить от компании именно значок, который все увидят, что действительно вы сделали что-то лучшее и попасть в элитный клуб компании EPL. Да, эти значки, каждый из наших партнеров, он знает, что они означают. И каждый раз, когда, конечно, приезжаешь на мероприятие, ты видишь, с каким интересом рассматриваются ваши значки. Потому что Diamond Flight, люди понимают, что в течение короткого времени, в течение трех месяцев, было на первую линию подписано 10 даймондов. Есть А-клуб. Это те партнеры, которые содержат свое ИРЦО, свой региональный центр, которые за год сделали в больше 600 тысяч товарооборота. Это именно золотой значок с крапленным диамантом. Это значок Сергея Сергеевича Куликова. Это ближайшее окружение. И так далее, и так далее. Огромное количество наград, которые вручает компания. И, конечно, достигая чего-то большего, мы получаем, соответственно, и вознаграждение. И мы знаем, что у нас в компании уже есть огромное количество миллионеров. Не просто миллионеров за весь срок действия компании, а именно годовые миллионеры. И компания идет именно к тем, поставили такие цели, чтобы были миллионеры евровые за месяц. Да, и самое главное, что вот здесь преимущество, я вижу такое, многие ждут и думают так, что компании, которые зашли с территории Европы, с территории Америки, что именно у них есть потенциал, у них есть будущее. А мы говорим нет, ребята, потому что мы русскоговорящие, мы вещаем на русском для нас доступном языке. Компания EPL – это та компания, которая именно зародилась в Казахстане, показала, как на территории России именно добиваться результатов. И вот с этой мощью уже выходит на Европу, с этой мощью уже выходит на Канаду, на Америку. И мы все имеем возможность именно иметь партнеров в разных регионах, частях земного света. Поэтому компания действительно нам дает, услышьте те, которые люди, может быть, сегодня только пришли, что это признание. Это работа в команде. Это проявление предпринимательских качеств, что очень много людей, предпринимателей, которые бьются как рыба об лед. И сегодня в этой ситуации на рыночной экономе именно показало, что не все вечно, а компания ИПЛ, нетворк-система, маркетинг именно позволяет многим людям осуществить цели и желания выйти с этой ситуации финансовой в долговой яме, выйти именно действительно, пользуясь условиями, пользуясь всеми возможностями компании ИПЛ. Да, самостоятельное планирование рабочего времени. Вы знаете, что мы сегодня уже говорили, что у Рины Ротнов сегодня на данный момент ночь. Но я знаю, что она сейчас, даже если она проспит полдня, она опять всю ночь может работать. Системное обучение, это то, что мы говорим, что у нас проходят мероприятия сегодня онлайн, и мы понимаем, что мы не останемся без работы, потому что компания переместилась сегодня с оффлайн в онлайн. Система обучения, это как раз то, что сегодня, может быть, даже эту презентацию, эту историю лидеров, эту историю про партнеров, которую можно просто, опять же, используют как инструмент, как системное обучение, да, именно построить именно свой карьерный рост, развитие. Да, и как многие партнеры сегодня говорили, что здесь есть будущее, и это мы видим именно на практике. И самое важное, конечно, это независимость, финансовая независимость, потому что мы всегда на своих Zoom-встречах мы всегда говорим, что человек приходит за продуктом, но остается и за денег. И неважно действительно, как Ирина уже сказала, неважно какой возраст у человека, сколько высших образований, неважно какой должность он занимал, то есть мы все абсолютно люди, равные, приходя в компанию BL, у нас равные условия именно добиться результатов, добиться успеха, понять, осознать, что дает компания BL. Поэтому мы всегда говорим, это на самом деле лучшие события, это лучший маркетинг, это лучшая команда. Это лучший продукт для быстрых продаж и лучший продукт для здоровья. А самое действительно, я тоже еще раз сегодня хочу поблагодарить, что это лучшая команда, это лучшие люди, потому что здесь остаются самые лучшие. Я благодарю каждого, кто сегодня откликнулся на нашу просьбу поделиться с партнерами с разных стран своей историей успеха. Вы лучшие. Да, и мы говорим, что этот год Сергей Сергеевич Куликов уже объявил годом триумфа. Почему? Потому что именно вот развитие, масштаб видения президента, то есть я люблю это говорить слово, но на самом деле я это просто вижу, что он на генетическом уровне просто победитель. Победитель – это тот человек, который не останавливается на достигнутом. И это наша возможность вместе с ним, поддерживая его, осуществляя его цели и желания. Мы каждый добьемся своих результатов и осуществим свои цели и желания, которые наши родственники, знакомые посматривают, может быть, а потом присоединятся, потому что то, что мы говорим, это на самом деле факт. Да, победа – это еще не все. Все – это постоянное желание побеждать. Да, и мы хотели, хотелось бы остановиться, презентация, она у нас немножко затянулась, но мы уже тоже, как Сергей Сергеевич Куликов, прямо судорожно говорим, хватит мечтать, пора действовать и по-настоящему заработать, дарить людям добро, счастье, благополучие в семьях. В данной пандемии именно людям получать действительно здоровый, вести здоровый образ жизни. Да, всем желаем успехов, мы очень рады были, что вы нас выдержали эти два часа. С вами были премьер-директора Надежда и Виталий Бертра. Всех с наступающим Старым Новым Годом и до новых встреч. Пока-пока. Благодарим. Всем хорошего дня. Всем успехов. Вас благодарим. Благодарим всех. Благодарим Надежда, Виталия, благодарим каждого с наступающим Старым Новым Годом. Успехов. Вы молодцы. Зупер. Мы гордимся вами. Благодарим, благодарим, благодарим. Благодарим. Большое спасибо за такой красивый, хороший и качественный вебинар. Спасибо большое. Очень интересно было все. Благодарим вас. Огромная благодарность Наденька Виталии за такой шикарный вебинар и огромная благодарность вашим всем великолепным партнерам. Было очень приятно поближе познакомиться. А вам до скорой встречи в Кении. Обнимаю. До встречи, Ларис. Всех-всем Благодарим девчонок за такие прекрасные отзывы о том, почему они в этой компании смотивировали других быть здесь. Вам большое благодарность, Виталий, Надежда, за то, что организовали такой прекрасный, прекрасный вебинар. Столько интересных историй. Супер, супер, супер. Всем успехов. Пока-пока. 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 Благодарим. 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 Я очень рада, что у тебя не было таблицов. Тебя зарядки нет.